О проблеме Алены Пименовой в эфире нашей программы мы рассказали в конце июля. Женщина, в одиночку воспитывающая семилетнюю девочку, не могла определить ее в первый класс ближайших к дому школ. Сначала маме отказали в зачислении ребенка в 74-ю школу, к которой семья относится по прописке, после в 52-ю, а также в 53-ю. Комитет по образованию города предложил место в двух других школах, но одна из них находится в двух километрах от места проживания семьи, и дорога до нее насчитывает семь перекрестков. Расстояние до другой, короче, ненамного. Мама первоклассницы сошла такой путь небезопасным и снова стала добиваться решения своей проблемы. Она обращалась в комитет по образованию Барнаула, писала губернатору края и уполномоченному по правам ребенка. Ответов не было, и в итоге женщина решилась обратиться в СМИ. Мы зачислены в школу номер 52, за которую боролись, но не смогли своими силами попасть, так сказать. И только вследствие резонанса, вследствие огласки, благодаря толку мы зачислены в желаемую школу. То есть толк в толке есть. Добавим, история с Аленой Пименовой не единичный подобный случай. Отказы в зачислении барнаульских первоклассников в ближайшие к дому школы этим летом получили многие семьи. Официальная причина – новые правила зачисления детей в образовательные учреждения. По ним правоочередное право закреплено за семьями военнослужащих и правоохранителей. София Яценко, Данил Захаров. День с толком.